В Павлодарской области введут режим ЧАЭС в результате штормового ветра в период с 18 по 19 ноября. Будут приниматься меры по возмещению ущерба и устранению последствий ЧАЭС. Подробнее в следующем материале. На Павлодарскую область в ночь с 18 по 19 ноября обрушился ураганный ветер. Местами он достигал от 20 до 30 метров в секунду. В области зафиксированы случаи срыва кровли, повреждены объекты коммунальной и частной собственности. Пострадали 61 объекта образования, 10 объектов здравоохранения, 9 культуры и 3 объекта спорта. Только 4 района не пострадали от ветра – Иртышский, Железинский, Актугайский и район Теренколь. В регионе введут режим ЧАЭС. Климатами городов и районов на данное время объявлены ЧАЭС, проведены заседания КЧАЭС сегодня. Алгоритм КЧАЭС сегодня объявляется, вчера сегодня объявили КЧАЭС, решение о принятии ЧАЭС вывешивается на обсуждение. Если в течение суток в обсуждении не будет каких-то замечаний, это решение размещается в банке нормативных правовых актов Минюста. В течение пяти дней должны быть зарегистрированы или возвращены. Я думаю, все алгоритмы соблюдены. Соответственно, по решению ЧАЭС будут приниматься меры возмещения и устранения последствий ЧАЭС. Пострадавшим от последствий ураганного ветра будет произведено возмещение ущерба, но для этого существует определенный алгоритм действий. Пострадавшим материальным ущербом в течение 30 календарных дней со дня возникания ЧАЭС представляет местные исполнительные органы заявление о возмещении материального ущерба. Далее комиссия рассматривает и принимает решение. То есть, все девять регионов сегодня объявили ЧАЭС. Соответственно, решение будет принято и по алгоритму может конкретно прийти, написать заявление местные исполнительные органы по возмещению материального ущерба. Конечно, оценка должна быть определенный размер ущерба. Из-за порывистого ветра по области возникло 246 аварийных отключений. В настоящее время без электроснабжения остаются 28 сел в четырех районах. То есть, сегодня работаем во всех регионах в режиме 7 на 24. Если вчера на вечер оставалось 42, сегодня на утро 28. Я думаю, в течение дня, до конца сегодняшнего дня практически все селы будут с электричеством. Руководством региона даны поручения Акимам городов и районов в короткие строки восстановить объекты, пострадавшие от стихии. Валентина Леонова, Арман Якубов, Ирты Закпарат.